Я сейчас достала наш прогулочный блок от коляски, буду менять его уже, потому что до этого у нас была люлька. Люлькой мы пользовались достаточно долго, хорошо она нам послужила. Мы специально брали коляску с большой люлькой, довольно уместительной, чтобы можно было ребенка откатать всю зиму, чтобы она влезала туда со всеми, всеми, всеми одеялками, комбинезонами. И вот сейчас весна, уже более-менее потеплела, поэтому я хочу поменять ее. Все, коляску с люлькой, можете посмотреть в моем предыдущем влоге, мы там гуляем, и я показывала фрагмент коляски. Ну а как выглядит коляска с прогулкой, покажу вам, когда выйдем на улицу. Скажи, привет! Привет-привет! Наша коляска от фирмы Рико, серия ЭКО, она сделана под кожу, ну и вот так она выглядит с прогулочным блоком. Мы выбрались немножко погулять в лес, очень нравится мне сюда приходить. Здесь всегда такое спокойствие, умиротворение, наслаждаюсь всегда этими моментами. Любуемся вечерним закатом. У меня с собой чашечка кофе. Сейчас погуляем, пойдем домой отдыхать. Сегодня прошлись немножко по магазинам. Не все время же онлайн все заказывать. Вот, и купила кое-что для доченьки. Буду распаковывать и показывать вам потихоньку то, что я выбрала. Первое, это вот такой костюмчик. Мне очень понравился, прям такой для девочки. Нам исполнилось 9 месяцев недавно, а я еще не фотографировала ее с карточкой. 9 месяцев. Вот, кто смотрит мои влоги, тот знает, что я фотографирую каждый месяц. Вот, и думаю вот в этом. Мне очень нравится, это такая повязочка. Дальше, на весну я решила выбрать вместо комбинезона курточку. Хочется уже немножко по-взрослеенному выглядеть. У нас просто сейчас два комбинезона, которые мы носим, которые я покупала еще осенью. И решила больше не покупать комбинезон, а купить вот что-то курточку. И к ней выбрала вот такой костюмчик. Штанишки и толстовка. Вот так. Плюс она мне уже хочет ходить, уже пытается. Мы уже, ну, за ручки мы ходим дома. И я хочу на улице, когда мы с ней гуляем, тоже, чтобы она могла не только тупо в коляске сидеть, а чтобы ее доставала, и мы могли с ней немножечко ходить по улице. Вот, выбрала еще вот такую шапочку к этому набору. И ботиночки. Вот такие ботиночки. Они еще немножко большеваты, но не прям очень сильно. Вот, поэтому будем уже топать по улице. Вот такие. Как-то так. И заходили еще в Glory Jeans и в детский мир. Там тоже я костюмчик выбрала. Вот такой ботик. От ботиков я пока не отказываюсь. Мне очень нравится их пододевать под, например, лосины. Или просто вместо пижамы использовать. Очень удобно. Вот такой милый зайка. Или котик кто-то. Зайка, наверное. Взяла вот такую пюрешку еще попробовать. Там была на них акция. Яблоко с йогуртом и злаками. С 8 месяцев только можно. Попробуем. Зашли еще в Glory Jeans и там я выбрала вот такие джинсы. Но они большие. То есть это уже, по-моему, 86 размер. Нам до этого еще 16 см расти. Но они шли по акции. Вот, 799 рублей стоили. И я не смогла пройти мимо. Мне очень понравился их базовый цвет. Такой светло-серый. Вот. Ну, это, наверное, на осень уже. Ну, и, кстати, смотрите. Вот у нас сейчас примерно вот такая цветовая гамма в одежде. Серый. Вот такой нежно-розовый. Вот такой коричнево-бежевый. И между собой они все очень классно сочетаются. Я примерно вот такой цветовой гаммы придерживаю. Стараюсь вот в таких цветах покупать одежду. Хочу поделиться с вами одной радостной новостью. У меня кое-что появилось. Как вы думаете, что здесь? И здесь шпельная машинка. А, да, я решила ее себе заказать. Пробовать освоить это новое нелегкое ремесло. Не знаю, что из этого получится. Но я думаю, что каждая девушка, женщина, в любом случае, хотя бы должна попытаться научиться шить на машинке. Выбрала я ее вот такую. В выборе ориентировалась на отзывы, так как многие ее хвалили. Единственное, многие писали, что ее нужно будет сразу смазать перед использованием. Подробно пока ничего о ней не могу рассказать, потому что еще не пользовалась. У меня еще здесь вот лежит образец. Заказала, потому что хочу, я уже говорила, заниматься вязаными игрушками. И мне хочется создавать не только вязаную одежду, но и учиться делать сшитую одежду для них. В последний раз машинкой я пользовалась, наверное, в классе пятом или шестом. Мы шили на уроках технологии в школе. И тогда у меня был какой-то очень неудачный опыт. У нас машинки были какого-то южского периода. Там все отваливалось, все разваливалось. Мне, помню, помогала шить мама. Фартук и юбку мы, по-моему, шили. С вязанием, кстати, в школе у меня было намного все лучше. Как-то быстро вникла в схемы. Именно крючком учила всем этим базовым приемам. Я помню, что мне даже учительница наша давала несколько салфеток на дом вязать на оценку. У меня мама хорошо шьет, бабушка хорошо шьет. Поэтому у меня будет кому научить, если у меня что-то не получится. Но к ней еще идет довольно подробная инструкция. Там целая книжечка. Поэтому, если что, можно будет и там что-то подсматривать. У меня 12 вариантов разных строчек. Вот таких. Вот здесь, я так понимаю, они выбираются. Пока меня даже сама покупка очень вдохновляет. То, что она у меня уже есть, это уже большое дело. Поэтому я очень рада своему такому новому приобретению. Надеюсь, что мы с ней подружимся. Покажу вам немножко, как продвигается вязание моей вот этой лисы. Я связала уже туловище, хвост. Начала уже вязать голову. Сейчас подробно не буду рассказывать, как я что вяжу. Потому что уже говорила, что хочу отдельно снимать прям ролики, где будет только эта игрушка. Хочется сделать что-то такое интересное, атмосферное. Сегодня вот такой туман. Всю ночь шел дождь. Вчера весь день шел дождь. Сейчас весь день, наверное, будет идти дождь. Потому что мы сегодня будем дома. Хочется никуда идти по такой погоде. Нам тут пришли посылочки с Азон. Вот я очень ждала именно вот эту посылку. Хотела вам показать, пока она еще не распакована. Это такие фигурки деревянные, с помощью которых можно малышу рассказывать сказки. Вот здесь есть три сказки. Колобок, курочка, ряба и теремок. Мы можем рассказать как угодно и наглядно показывать, что вот колобок, вот он там куда-то катится. У них были еще другие варианты таких конструкторов. Но мне вот именно этот понравился. Взяла еще две вот такие поилочки. Одну с трубочкой. По-моему, вот эта с трубочкой. И одна просто как такая бутылочка. Соски мы вообще никакими не берем. Поэтому я даже в заказе смысла не вижу. Это не приливайки. И мне важно было, чтобы они были прозрачными. Я видела силиконовые бутылочки. Они очень классно выглядят, красиво. Но мне не нравится то, что они не прозрачные. То, что не видно, что там внутри. Одну взяла для чая, для сока. И одну для просто водички. Не знаю, какая ей больше понравится. С трубочкой не такая. Вот так она открывается. Одной рукой не очень удобно. Вот, это надо на улице, например, брать очень удобно. И вот так закрывается. И так она очень симпатичная. Такой приятный цвет. И в ручках, именно, тоже будет удобно. Вторая паилочка просто вот такая вот голубенькая. Мне понравился вот этот зайчик здесь. Заказала еще вот такую кашку попробовать. У нас в магазинах я не видела ее. Тыквы и абрикосы мне хотелось. И я беру всегда безмолочные каши. Заказала еще вот такую пирамидку. Это тоже Atomic фирма. Тоже деревянная. Довольно неплохие игрушки. Довольно качественно сделаны. Цветовая гамма приятная. К нам мой брат в гости зашел. Младший. Разбирает сейчас конструктор. Собрали одну сказку. Это мы собрали курочку-рябу. Вот так получается. Дель, бабка, курочка, мышка. И вот такие деревицы. Главный наш смотритель идет. Мне кажется, это очень классная вина для развития. И самому взрослому интересно в таком формате рассказывать. И вот сказка Колобок. Мне очень нравится фигурка медвежонка. Медведя. Лиса. Волк. И самый главный герой Колобок. Вот так. И еще, смотрите, здесь есть вот такие вкладыши, собственно, с самими сказками. То есть здесь показано, как можно вот эти фигурки расставлять, читать сказку. Вот три сказки здесь. У нас еще Алило наш умеет вот эти все сказки рассказывать. Поэтому можно будет и самому рассказывать, и Алило включать, чтобы он рассказывал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!